но добрый день значит сегодня мы с вами занимаемся вопросом оформления товарищеских операций сразу хочу сказать вам вот о чем значит вот этот вебинар он я надеюсь первой серии в которой я который я хочу немножко поменять формат значит до этого вебинары которые я делал они были скорее такие вебинары по проблеме то есть я брал какой-то функционал и начинал вам о нем рассказывать сейчас вот на этом вебинаре я решил поступить по-другому что впрочем не исключает того что будет и вебинара против формата что я хочу сделать здесь во первых этот вебинар будет целиком и полностью посвящен разбор нового функционала это раз и второе я сделал что давайте вам покажу значит я сделал вот такую сквозную задачу которую мы с вами и будем решать вот в рамках данного вебинара то есть мы будем с вами идти по пунктам и я вам буду показывать как эти пункты выполняются я думаю что в итоге мы должны что получить эту задачу она естественно будет там рассылаться куда-то выкладываться я хочу чтобы у вас была вот эта вот задача и как бы по этой задачи видеоряд как она решается соответственно потом если вам потребуется новый функционал в программе вы сможете там посмотреть если здесь что-то аналогично и потом вернуться к этому значит в рамках этой задачи мы должны с вами оформить 4 заказа переработчику вот они будут все оформляться немножко по разному это будет вот таких вот 18 шагов которые здесь должны сделать ну вот как бы такая задумка давайте перешел надеюсь вам все видно давайте я все закрою и так мы с вами работаем в 1s rp 2 5 8 221 первое что я хочу вам сказать какие есть новая функциональность в плане переработки в 1s 2 5 8 начиная со 171 значит у нас вот здесь на прошлом вебинаре это показывал значит у нас здесь включена включено производство на стороне версии 2.5 2.4 я отключил и я включу акта расхождениях оформление акта по расхождению ну не закрывать частично поработать частично оплачено это просто сервисная такая функция и я включать не буду ну и наконец тут вот еще есть вариант обособления материалов но обособление в программе это такая довольно сложная сквозная функция в принципе у меня был вебинар по обособлению но скорее всего его надо повторить с учетом того нового что здесь появился вот поэтому на обособлении мы с вами пока останавливаться не будем я внес сюда какие-то первичные данные то есть у нас здесь есть переработчик у нас здесь есть организация а вот то что связано задачи мы с вами сейчас будем рассматривать давайте посмотрим еще раз на задачу и так у нас есть компания орион которая пользуется услугами опера рабочих в общем то переработчик основной переработчик у меня есть я его и буду для работы использовать то есть можно сказать что вот этот вопрос я закрыл содержание производственной операции о переработчик получает номенклатуру заготовка 001 заготовка 002 перерабатывает их в узел а ну собственно говоря вот эти вот позиции мне сейчас надо будет ввести причем у нас следует а да еще нам потребуется ввести опилки металлические они нам тоже нужны будут и следует учесть что учет узла а 001 заготовки 001 ведется в разрезе серии ну давайте я введу нормативно-справочную информацию в соответствии с требованиями для этого давайте я сейчас создам так создам номенклатуру и естественно прежде всего нам потребуется вид номенклатуры и вот для заготовки 002 я могу использовать уже имеющиеся у меня вид номенклатуры материалы там как бы все достаточно простенько создам заготовка у нас да заготовка 002 она без серии а 01001 они серии хорошо значит заготовка 002 вот мы ее с вами создали единица хранения у нас будет штука теперь у нас потребуются материалы ну давайте я создам вид номенклатуры серийный учет а да еще давайте здесь опилки металлические я сразу сделаю опилки металлические единицы измерения у нас будет килограмм вот она так и теперь мы с вами создаем вид номенклатуры который позволит вести учет по серии но здесь сразу у нас будет один маленький нюанс это тоже новшество которое появилось в варианте 258 171 и старше значит если мы посмотрим классификаторы номенклатуры политики учета серии то мы увидим что мы можем создать политику учета серии и по позиции учет себе стоимости по серии при создании вот этой вот типа позиции мы можем указать что серии используется также при передаче к переработчику вот это то новое что у нас появилось так пишу себе стоимость о серии серия вот у нас есть теперь под это под поскольку у нас уже вот это политика есть так поскольку у нас эта политика есть мы можем создать номенклатуру вид номенклатуры создаем вид номенклатуры естественно это товар если вы не забыли товар это любое tmc готовая продукция материала это тоже товар наименование будет tmc серии и значит учет будет вестись в разрезе серии они будут настроены для этого вида номенклатуры серии идентифицирует партия товаров и себестоимость по сериям переработчику так что у нас теперь создаем узел а-01 штуках и создаем заготовка 0 0 1 ну и по хорошему для того чтобы у нас нормально работал серийный учет нам еще что потребуется это вот та самая косвенная задача которую так любит один из своих экзаменов ордерный склад нам потребуется мы не будем отражать не будем использовать статусы будем использовать только сами ордера ну расходах придется поскольку есть учета серии так записать и закрыть давайте посмотрим вернемся задач посмотрим что мы уже сделали это мы учили и содержание вот это вот вот эти вот вещи мы их учучем сейчас когда будем создавать заказ переработчику значит заказе переработчику появились определенные особенности давайте мы с вами посмотрим обращаю ваше внимание что как и раньше заказ переработчику он может создаваться не только новый но и создаваться по потребности по потребности значит сразу хочу подчеркнуть заказ переработчику может быть создан сам по себе вот сейчас мы будем делать именно так но также заказ переработчику может быть создан в рамках производственной схемы в этом случае определенные особенности также появляются в ресурсной спецификации но об этом мы с вами поговорим чуть чуть попозже и так значит создаем новый заказ переработчику у нас уже есть основной у нас уже есть переработчик вот его мы возьмем так у нас есть склад продукции склад материалов мы будем использовать и там и там ордерные склады организация орион организация орион так продукция нам надо делать тестовый агрегат мы с вами пока я просто показываем заполнение предположим тестовый агрегат 1 материалы работы мы можем заполнить по спецификациям там в принципе спецификацию у нас уже проставлено вот соответственно у нас так тестовое сырье это немножечко не то у меня поставил давайте я поставил узел 0 1 до соответственно здесь другое будет стоять добавить заготовка 0 0 1 добавить заготовка 0 0 2 2 штуки ну и здесь соответственно 1 и 2 вот так вот это должно выглядеть так значит что еще услуги по переработке вот смотрите услуги по переработке теперь являются не вот одним пунктом вы можете несколько услуг указать например вы можете указать услугу переработки собственно а можно дополнительно как у нас и стоит задание создать еще так работа разная услуги по упаковке предположим количество одна штука одна штука и цена 1000 и 1000 естественно мы могли бы указать вид цены заранее там провести ценообразование зафиксировать цену тогда бы это проставилось автоматически но может быть подключена доставка сырья но сейчас мы на этом останавливаться не будем это уже функционал совершенно другого блока и что нам еще осталось обратите внимание вот здесь продукция да здесь идет полный аналог с производством то есть у нас может быть изделие как по рассчитываемой стоимости так и по фиксированной стоимости и у нас здесь будут опилки металлические в количестве в количестве 0 и 1 килограмм ну и скажем цена им будет 50 рублей вот за эти самые за эти самые килограмм ну вот примерно так так статья калькуляции вот примерно так выглядит заполнение давайте вернемся к задачи посмотрим вот это вот мы сделали вот это мы сделали вот это мы сделали образовая образуется опилки металлические это мы тоже с вами сделали то есть вот эта часть задача у нас выполнена значит что дальше давайте пойдем по пунктам на момент начала учета на складе опера рабочих уже находится пять штук заготовок 002 то есть мы должны сделать так чтобы у поставщика это уже было как мы это сделаем документы ввода начальных остатков предусматривают вот остатков материалов перед нах переработчику то есть подобно тому как мы до начала периода можем создать какие-то остатки того что у нас на складе лежит точно так же мы можем зафиксировать что что-то мы переработчику передали так давайте орион переработчик переработчик контрагент договор так ну вот договора нету давайте мы попробуем под этот договор создать а впрочем сейчас секунду подождите по другому по другому так так нет это сейчас быстренько заполним вот он просто тот договор я делал в рублях так делаем партия сейчас там заполняю откуда у меня это взялось значит сейчас я не комментирую просто то что я сейчас так то что я сейчас делаю это стандартные моменты связанные с вводом начальных остатков поэтому у вас документа от 1 августа вроде бы все правильно делали вроде бы все нормально значит номенклатура заготовка 002 сколько там должно быть 5 штук заготовка 002 количество 5 штук ну цена поставим 20 долларов на нас сейчас не особо интересует так ну давайте пробуем вот так и не знаю что давайте соблюдем общую логику это все будет от 1 августа вот ну вот как бы значит вот этот заказ переработчику я пока не буду проводить я пока сохранил его и дальше потребуется и так мы с вами сделали вот этот первый шажочек значит давайте мы этот шажочек отследим у нас есть два отчета движение продукции материалов у переработчика и контроль поставки продукции переработчику давайте по переработчику давайте посмотрим что эти отчеты нам дают отчеты по производству ну вот движение продукции материалов переработчик давайте поставим и посмотрим что у него там творится ну вы видите что вот сейчас у нас заготовка 002 числится на переработчики вот она висит здесь следующее действие у нас какое давайте посмотрим необходимо передать поставщику 10 заготовок 001 и 15 штук заготовок 002 значит ну вот давайте мы с вами сейчас эту передачу осуществим в рамках заказа до проведем один заказ до конечной точки значит как это мы будем делать у нас уже заказ переработчику есть документы так как переработчику есть единственное мы будем его использовать единственное чего мы сейчас его так единственное чего мы сейчас его чуть-чуть откорректируем в соответствии с заданием то есть у нас 10 штук надо произвести соответственно будет один килограмм материалов и работ будет израсходовано 10 и 20 так и услуги переработки тоже давайте с вами сейчас я проверю тоже увеличим на 10 проведем на согласование все замечательно к выполнению не указана статья калькуляции но давайте ее поставлю это будет основные материалы пробуем привести так то же самое услуги услуги переработчика до заполняем заказ переработчику так подразделение и не нравится давайте посмотрим подразделение будет производства департамента но вроде все значит давайте посмотрим нам надо передать заготовки переработчику у нас стоит сейчас к обеспечению а вот но у нас сейчас так вот тут вот я неправильно сделал на же там есть пять штук значит вот тут мы с вами сталкиваемся с чем вот эти вот заготовки 001 заготовки 002 надо закупить значит давайте я прямо отсюда создам заказ поставщику естественно он будет не заполнен потому что я не настраивал обеспечения ну да настроить относительно несложно это будет ордерный склад закупку поставщика заготовка 001 заготовка 002 ну и давайте я закуплю по цене 200 и по цене 400 так так давайте я посмотрю что здесь так до него видел порядок заполнения вкладки материала и работа давайте сейчас я вам покажу еще раз простите сразу не увидел вопрос так черда форму поступление все так заказ сделан давайте я теперь оформлю приобретение товаров и услуг все хорошо значит для заготовки 001 надо указать серию номер ну раз два три 4 5 вот этот номер у нас будет почему бы нет так серия серия ну и наконец я вот эту вот заготовку 001 должен буду еще принять на склад ордерный значит склад и доставка рабочее место приемка склад ордерные склад ордерные вот вот у меня есть заказ поставщику ожидается приемка создаю ордер менять мне ничего не нужно статусов у меня нет оформляю приходный ордер на товары на этом все так значит давайте вернемся к закрываю все лишнее возвращаемся к заказу переработчику что конкретно вам было непонятно в заполнении материалов знаете не готов ответить к по идее да по идее должно быть аналогично надо посмотреть я последнюю версию к не смотрел по идее они идут в параллель но с переработкой в к там не все просто и не все поддерживаются поэтому в коей мере оттуда передали не готов вам ответить так значит это мы сделали значит что теперь значит ставим к обеспечению все нормально значит и вот тут еще надо пометить что у нас есть заготовка 002 которая передана ранее у нас там есть пять штук если вы помните так давай теперь обратите внимание доступны вот эти вот количество значит соответственно теперь мы можем с вами попробовать создать передачу материалов передачи среда передачи среди переработчику нет товаров доступных для отгрузки необходимо отгрузить так укажем серию отгрузить перри проведем и создаем передачи среди переработчику ну вот создалось да но сюда почему-то ничего не перешло давайте разбираться почему передача по заказу и и и и и и и и да нет группа финучета здесь ни при чем точно это немножечко другое она в этот момент работать не должна так я создаю расходный ордер скорее всего именно этого не хватает значит я создаю и провожу расходный ордер и значит теперь давайте попробуем еще раз теперь все нормально то есть если мы работаем с ордерным складом система требует чтобы предварительно был создан расходный ордер ну здесь скорее всего я просто не посмотрел в этой базе как настроены по умолчанные ордерные склады и так значит сырьем отгрузили ради интереса давайте мы с вами посмотрим отчет движение продукции материалов у переработчика с формируем ну вы видите что теперь у нас еще и вот эти вот позиции тоже оказались переданы так вопрос какой к расходному ордеру разве отбор не нужен ну я не стал проводить через отбор а вы имеете виду отбор и я радость на систему не включал у меня только ордерная система там фиксируется сам факт складской операции более того вот в адресной системе хранения да так сделали давайте двигаться дальше посмотрим что у нас там задача так это мы передали теперь оформить собственно производство вернуть продукцию на свой склад оформляем собственно производства значит ну а для оформления производства нам что нужно нам нужно в заказе заказа переработчика создать поступление от переработчика так вы видите что у нас поступают узел а01 давайте этому узлу тоже присвоим какой-то номер вот тут такой например а вот и поступил один килограмм опилок значит давайте мы поступление идет обратите внимание на ордерный склад провести и закрыть и естественно мы помимо этого поступления должны создать приемку приемка товаров на склад что у нас здесь у нас здесь есть основание до создания приходного ордера опилки металлические указываю фактическое количество один килограмм провести и закрыть есть значит это мы сделали следующее действие которое нам надо сделать это у нас создание отчета переработчик отчет переработчика создан выпущенная продукция ну здесь серия надо указать серия 001 так все делали материалы работы какие списаны услуги по переработке как я оказываю но как бы ничего здесь дополнять не нужно просто проводим и закрываем все указали да все замечательно провести и закрыть ну и давайте посмотрим как это выглядит по отчету движение продукции материалов у переработчика сформировать смотрите у нас принято переработчиком израсходовано произведено и передано на склад у переработчик сейчас ничего нету обратите пожалуйста внимание что у нас и по заготовке 001 и по узлу учет идет в разрезе серии серии в отчете тоже учитывать так значит ну вот я дальше думаю как поступить я видимо не очень рассчитал по времени на точнее говоря тематика оказалась несколько более глобальный а вот виктория мы вообще прошу прощения ирина мы вообще можем сделать вторую серию чтобы следующие действия показать потому что ну хватает новшеств добрый день всем до андрей конечно можем ну давайте тогда на это ориентироваться у нас значит осталось время для вопросов и у нас еще остался мой долг с прошлого вебинара значит это у нас что это у нас возможность сквозной работы то есть отталкиваясь от отталкиваясь от заказа до вальса можно ли напрямую перейти к заказу переработчику нас я проверил нельзя значит принципе программа она дает прямой запрет сейчас я вам попробую это показать значит ну вот в общем то у меня сделан уже этап производства который идет под заказ давальса значит соответствующее назначение стоит вот он этап и вот теперь если я попытаюсь его перевести там следующий статус значит программа начинает ругаться и говорить что такой вариант не прокатит ну то есть она не хочет поддерживать вот такой вот грубое посреди что то есть здесь надо как-то хитрить и разрывать этапы а вот то есть делать какое-то если вот совсем необходимо что-то такое изобразить нужно делать какой-то разрыв вам же в ходе производства никто не мешает использовать какой-то там свой ресурс в том числе ресурс который вы передадите переработчику но здесь основная проблема которая вылезет это то что вот сырье вы так просто назад вы так просто передать не сможете а вот она тоже заблокирована под назначение и здесь придется делать очень много промежуточных действий корректировать назначение там ставить другое а вот и автоматически там себестоимость в этом случае просчитываться будет или будет просчитываться с очень большими проблем то есть попробовать так сделать можно но честно говоря проблем в этом случае будет очень-очень много так ну что вопрос какие у вас появились значит смотрите я тогда хочу вас спросить насколько вам интересен вот этот новый формат проводки хорошо да сейчас посмотрим насколько вам интересен этот формат который я предложил комплимент я конечно принимаю так давайте я сейчас вернусь вот сюда производство документы передачи в проработку но вот смотрите мы с вами сформировали три документа передачу сырья переработчику давайте попробуем отразить в риг учете смотрите ну здесь как понятно да 10 07 ну как бы логично что происходит 10 0 1 10 0 7 так второй документ у нас поступление от переработчика переработчика ну в общем обратная ситуация 10 0 1 10 0 7 и отчет переработчика наверно самое интересное да и давайте посмотрим давайте посмотрим тут много я говорю самое интересное да да 10 0 7 20 к 19 0 4 60 0 1 20 к 10 0 7 105 10 0 1 на 10 ну я тут вам не отвечу честно говоря что у нас там идет 1001 сырье и материалы 1007 материалы переданные в переработку ну а чего ну да вы учитываете на другом субсчете как бы это логично а что не так-то по-моему так и должно быть это 20 кт 1007 б-б-б-б-б ну как бы наверное это вы имеете ввиду вот этот так вот то что у нас вот на это да вы имеете ввиду пилки они как бы ну так ну вот учете переработчику 9707 9-20 ну да похоже они какие-то дополнительные телодвижения делают значит похоже он собирает вот отчетом расходы а потом уже вот эти вот расходы делает 10 07 на 20 похоже вот так вот узел вернулся почему вот так давайте значит обратно мы получаем не материал уже вроде продукт вот так и есть мы обратно получаем же там узел все верно далее 43 кт 20 смысле возникновения задолженности наверно скорее всего да тогда это какой-то косяк 1с да ну значит надо попробовать уже донастроить эту операцию через группу финучета скорее всего значит интересный вопрос я посмотрю насколько я помню там валентина я не знаю вот при закрытии месяца я не проверял но насколько я помню 1с она даже рисовала табличку какие счета когда должны проставляться возможно где-то нужно корректировать через гфо значит и давайте тогда наверное это вынесем следующий вопрос я на счет даже давайте сделаю я сейчас допишу там в этот файлик который вам показывал еще один пункт создания там проверить создаваемые проводки их настройку я сверю как это происходит там по версии 1с и как это происходит системе но это вот будет уже на следующем либо через один так что судя по темпу мы с вами можем и во вторую серию не уложиться ну давайте попробуем я даже себе скопирую вот то что вы написали для памяти так ну вроде бы как раз во время уложились вопрос который был на прошлом занятия да я вроде ответил специально проверил 258 вот значит жду вас на второй серии вам спасибо мне вот тоже показал что такой формат будет интересен